Привет всем! Сегодня мы покажем вам как наносить жидкую теплоизоляцию броня, а точнее зимней ее модификации. Это модификация броня Норд и броня Зима. Для начала открываем ведро. Ведро должно быть опломбировано. Сначала снимаем бомбы и открываем кружку. Зимняя модификация броня Норд и броня Норд и броня Норд и броня Норд. Значит зимние модификации, их вязкость зависит от температуры окружающего воздуха. Поэтому мы сейчас будем подбирать вязкость, чтобы аппарат безвоздушного распыления протянул и нормально наносил. Для начала просто перемешиваем то, что есть в ведре. При перемешивании материала важно учитывать то, чтобы обороты были очень медленные, чтобы было видно как вращаются лопасти. Чтобы не повредить состав материала. Прошу обратить внимание на то, что когда материал мы начинаем перемешивать, он сверху кажется очень густым. И многие люди думают, что он высох, или что-то испорчено, или просрочено. На самом деле это не так. Материал просто из-за своих особенностей разбивается очень быстро на фракции. Сфера керамическая поднимается вверх, сухой остаток. А влажность вся, то есть растворитель, он опускается вниз. Поэтому нам важно сверху просверлить поверхность сверху материала и попасть вниз, где находится вся живность. После этого начнет очень хорошо перемешивание материала. Вот мы перемешиваем минуты две. Уже видно сразу, что этот сухой остаток уже размешался с растворителем. И получается нормальный рабочий материал. То есть нужно полностью все перемешать. Не торопиться. Чем лучше перемешать, тем потом легче будет работать. Поехали. 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 Ну вот и все. Минут 5 мы помешали, максимум, может их меньше. Сейчас мы приступим к заправке аппарата, прогонка через систему материала и будем пробовать наносить. Сейчас нам нужно прогнать материал через всю систему аппарата. Продолжение следует... Значит аппарат мы заправили, материал пошел из пистолета, значит делаем рабочее давление до 80 В, не выше. Выставляем. Значит, после этого надеваем сопло, соподержатель. И идем наносить. Мы подобрали правильное сопло, с которым будет оптимально работать с этим материалом, номер 519 сопла. Начинаем наносить. Первый слой мы наносим материал на металл, он сейчас холодный, он глянцевый. Поэтому рекомендуем наносить первый слой как можно тоньше, до 0,5 можно 0,3 нанести. То есть, чем тоньше, тем лучше. Он схватится, он не потечет, он высохнет правильно. Следующие слои можно будет по 0,5 наносить смело. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот мы унесли слой, где-то 0,3 мм на металл. Значит, хотелось бы объяснить сразу, у вас может быть немного по-другому. Может быть, температура будет ниже, из-за этого материал будет немного гуще. Аппарат не будет проталкивать его через сопло, через такое, вот такого размера. Для того, чтобы поймать правильную консистенцию материала, можно будет добавить опытным путем небольшое количество ортоксилола. Добавляйте немного, перемешивайте, пробуйте. Раскрывается факел, значит наносите так. Не раскрывается, добавляйте еще немного, перемешивайте и опять пробуйте. Немного расскажу о зимних модификациях. У нас их две, это броня зима и броня норд. Броня норд это бюджетная модификация и броня зима. Что о них рассказать? Это материалы, которые на растворителях. Ими можно работать при отрицательных температурах окружающего воздуха. До минус 30 в мороз можно смело наносить. Это сейчас очень актуально, у нас зима на носу. В общем, пользуйтесь.